Глобальный саммит мира проходит в Швейцарии и сегодня на второй день встречи запланированы три рабочих сессии. Они будут касаться трех пунктов формулы мира Украины, а именно ядерной, продовольственной безопасности и возвращения украинских детей. После состоится итоговая пресс-конференция президентов Украины и Швейцарии Владимира Зеленского и Виолы Ахмерд. Добавлю, что это первая конференция на уровне глав стран и правительств. В швейцарском Бюргенштоке собрались около ста делегаций на уровне лидеров стран, правительства и международных организаций. Стороны пытаются найти пути достижения мира в Украине на основе международного права и устава ООН. Сегодня день нашего общего успеха. Мы все вместе предоставили шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны. Преступная и совершенно не спровоцированная агрессия России и единственный, кто ее желал, это Путин. В любом случае мир сильнее. Потому родилась формула мира. Формула единения мирового большинства ради мира. Ради полной действенности целей и принципов устава ООН, международного права, а следовательно и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира. В интересах Соединенных Штатов защищать ценности демократии и противостоять диктаторам. И в наших интересах поддерживать друзей, как, например, Украину. Я здесь, в Швейцарии, как и лидеру других стран, чтобы помочь Украине в стремлении достичь справедливого и прочного мира. И поэтому я рада объявить, что США предоставляет более полутора миллиарда долларов для удовлетворения потребностей Украины. Из них 824 миллиона пойдут на восстановление критической и энергетической инфраструктуры. 379 на гуманитарные нужды, такие как еда, вода, приюты и здравоохранение. И 300 миллионов на социальную защиту населения. Харте ООН составляет основу порядка, которая опирается на правила. А российская агрессия ее серьезно нарушила. Жители охваченных войной регионов страдают уже более двух с половиной лет. Иллюзия уважения международного права вредит не только вам, но и в длительной перспективе всем. Если мы хотим направить процесс в мирное русло, то для этого нужно будет когда-то привлечь и Россию. Как международное сообщество мы можем внести свою лепту к подготовку пространства для мирных переговоров между сторонами. Создание хабов для украинского зерна в портах Африки обсудил Владимир Зеленский с президентом Кении Уильямом Рутто. Лидеры провели встречу на полях глобального саммита мира. Президент Украины поблагодарил коллегу за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ключевой темой встречи стали вопросы продовольственной безопасности, также проекты в области экспорта сельскохозяйственной продукции. Также на полях глобального саммита мира президент Украины Владимир Зеленский встретился с аргентинским коллегой Хавьером Милеем. Лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов формулы мира и двустороннее сотрудничество в сфере торговли. Кроме того, президент Зеленский поблагодарил коллегу за недавнее присоединение Аргентины к международной коалиции за возвращение украинских детей и наградил его орденом свободы. Китай не участвует в саммите мира по просьбе Путина. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Associated Press. По словам Салливана, такой поступок свидетельствует оппозиции Китая относительно войны России против Украины. Напомню, Россия в саммите мира в Швейцарии не принимает участие. Представитель страны-агрессора называет мероприятие предвзятым, а страну, которая его принимает, враждебной. Я думаю, что это говорит оппозиции Китая относительно войны России против Украины. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание. Джейк Салливан, советник президента США по вопросам нацбезопасности. 1160 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Общая цифра потерь армии РФ, по данным Генштаба, превысила 526 тысяч. Также украинские защитники за сутки уничтожили 6 бронемашин, 58 артсистем, одну реактивную систему залпового огня. Кроме этого, силы обороны сбили 11 беспилотников и 3 крылатые ракеты. Также поразили 59 единиц автомобильной спецтехники и цистерн россиян. На фронте за сутки произошло 91 боевое столкновение. Самым горячим направлением остается Покровская, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Там российские оккупанты 33 раза атаковали позиции сил обороны Украины. В три раза увеличилась активность армии РФ на Временском направлении. Ситуация там напряженная. ВСУ пытаются стабилизировать обстановку. Кроме того, украинские войска отбили атаки россиян на Харьковском, Купинском, Северском, Кураховском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Украинские войска выбили россиян из Серебряного леса, это Луганская область. Эту информацию подтвердил замкомандира бригады АЗОВ Святослав Паламар в своем фейсбуке. Кроме того, военные аналитики Дипстейт сообщают, что россияне также отступили из Клещеевки.